Всем большой привет! Мне сегодня захотелось чего-то новенького, необычного. И я вспомнила, что у меня есть наборчик от Чаривной Мэть. Это вышивка лентами. Я никогда раньше не вышивала лентами. И мне хочется попробовать. Здесь не очень много вышивается. Вот цветочки в центре. И я решила, что этот наборчик, он как раз то, что нужно, чтобы отвлечься, попробовать какую-то новую технику. Итак, наборчик Чаривная Мэть. L023. Называется Летний Букет. Размер 27х27. Квадратненький, да. Вот с обратной стороны выглядит вот так. Нам представлены также два дизайна. И перечислила, что входит в набор. В набор входит цветная схема, инструкция, ткань для вышивания с нанесенным рисунком, мулине, хлопок, ленты Парамон и Энпаде Испания, бисер Прециоза, Орнелла и игла. Ну, давайте посмотрим. Так. Значит, первое, что у меня здесь попадается, бисер. Два пакетика. Вот такой. Вот такие красивые ленты. Так, девочки, я пришла в другую комнату, потому что совершенно плохое там было у меня освещение. И я вот только взяла первую ленточку в руки. И моя камера совсем не может передать цвет лент. Искала по всему дому место, где бы можно было вам хорошо показать. Но, к сожалению, наверное, это дефект в камере. Иногда такое бывает. Вот он показывает, что лента синяя. На самом деле она сиреневая ленточка. Ну, может быть, потом при загрузке это будет исправлено. Исправлено, хотя вряд ли. Ну, в общем, будем продолжать обзор о каких-то таких нюансах. Я вам буду рассказывать. Значит, вот такая красивая сиреневая ленточка. Две пачки бисера. Три иголочки. Одна очень-очень крупная, одна бисерная и одна для вышивки. Потому что здесь вышиваются еще и какие-то элементы. Так. Есть органайзер, червяная мыть, где представлены четыре вот такие ниточки. Так. И ленты. Богатство лент. Вот зеленый цвет хорошо передает в точности. Здесь присутствует тоненькая ленточка и широкая ленточка зелененькая. Очень интересно, девочки. Первый раз держу в своих руках все эти ленты. И мне интересно, как ими вышивать. Я, конечно, смотрела много мастер-классов. И все это кажется так легко и ловко и здорово. Но это ведь на видео, когда показывают опытные рукодельницы. А я еще в этом деле новичок. Но я буду читать инструкцию и, надеюсь, у меня все получится. Нежно-мятный цвет. Очень красивая лента. Прекрасная. Беленькая. Так здорово. Очень много такого темно-розового цвета ленточки. Такой вот красноватый. Красно-красно-бордовый. Вот так. И на ленту смотрю, и в камеру забываю. Смотрите, две розовые ленты. Такие. Так, ну и для меня самое интересное. Открыть, посмотреть ткань. Вот такой небольшой отрез ткани. Я буду вышивать корзинку с цветами. Конечно, я сейчас проглажу. Ткань очень такая плотная. Плотный холст. И напечатан здесь рисунок. Нужно будет вышивать сверху лентами. Очень красивая картина, как вы думаете. Мне кажется, очень симпатично. Так. И инструкция. Вот такая схематичная инструкция. Вы что-нибудь понимаете? Я ничего не понимаю. Я сейчас буду все внимательно читать, изучать. И мы вместе с вами приступим к этой вышивке. Итак, девочки. Я натянула мою канву на рамку. Предварительно я, конечно, ее отутюжила. Но вот вижу, проступает какой-то заломчик. Наверное, сниму еще раз ее поутюжить. Потому что ткань очень плотная. Я ее даже немножко взбрызнула водичкой, чтобы она проутюжилась. Но вот остался заломчик. Нужно все-таки будет еще раз пройтись. И что хочу сказать. Я сейчас почитала немножко инструкцию. Инструкция здесь, конечно, не для начинающих. Здесь все очень так описано. Очень просто. Основные стежки, как делать, с чего начевнать. Подробно здесь инструкция не расписана. И это, конечно, для меня минус. Потому что я первый раз взяла в руки этот набор. Буду вышивать в этой технике. И поэтому мне хотелось более детального описания. Если бы это был набор крестиков, я бы вообще, наверное, не читала особо инструкцию. Просто бы пробежала с глазами о каких-то нюансах. Ну, а здесь что-то новое. И инструкцию хотелось бы видеть более подробной. Но что делать? Сейчас буду разбираться. И постараюсь вам показывать какие-то этапы. Что у меня получается. Честно, не знаю, с чего мне приступать. Потому что здесь нет абсолютно никаких подсказок. Вот с чего хочешь, с того бери и начинай. Ну, что, буду пробовать. Если даже что-то не получится, или получится коряво. Но ничего страшного. Будет еще один набор, где я обязательно справлюсь на 100%. Хотя, может быть, и здесь у меня все получится. Ну, что, приступим. Девочки, ну вот, я подготовила мои материалы. И было уже, сделала первый прокол. Но потом вспомнила, что я хотела вам немножко показывать все мои действия. Итак, я решила начать с самых простых стежков, которые называются вытянутый стежок. Выполнять я буду вот такой тоненькой ленточкой в 3 мм. Отрезала маленький-маленький кусочек, обработала края огнем, прижгла, чтобы не бахрилась ленточка на краю. Сделала узелок, как сказано в инструкции. И буду вышивать вот эти хризантемки здесь в углу. Не очень хороший ракурс и освещение, потому что все происходит вечером. Появилась у меня минутка и решила, что могу вам немножко что-то поснимать. Надеюсь, что-то получится из этого. Сейчас очень тяжело проходит игла. Что ж она такая толстенная? Так надо? Да, так и не надо. Так. Какая игла здесь мощная. Как же проткнуешься это дело. Тут шила надо. Даже не знаю, как это делают рукодельницы. Фух, реально. Как же так? Они же как-то протыкают. Поматочки. Вот он. Первый стежок еще не получился. Надо выровнять иглу. Надо выровнять. Сделать ее красиво. Вот так выглядит мой первый стежок. Я немножко прервусь. Сделаю несколько стежков. И потом покажу, что получилось. Итак, девочки. Хочу сразу по горячим следам рассказать вам о моих впечатлениях с работой с лентами. Я вышила вот здесь немножко цветочков, хризантенки. Вышиваются они тонкой ленточкой 3 мм. И внутри французские узелки в 4 на круто, да, в сложении в 2 ниточки. Красиво смотрится. Результат не очень нравится. Но есть один минус. Здесь очень плотная канва, которую не прокалывает иголка. Не та, которая была на боре. Не ту, которую я взяла из своих запасов. Нашла более остренькую иголку. Ткань очень-очень плотная. И она очень плохо прокалывается. Я отшив вот эти вот 5 цветочков. Себе истерла настолько сильно вот пальцы и руки, что мне нужно сделать перерыв. Я бы еще с радостью повышевала ленточками. Очень красиво и быстро получается. Но руки уже все болят и сколоты. Это вот такой минус. Вроде бы я по стежкам потихоньку начинаю разбираться. Мне кажется, было бы даже и посимпатичнее у меня вот эти цветочки, если бы ткань была более податлива, более послушная. Ну, вот такие мои первые впечатления. Я думаю, что еще будет одно включение. Поэтому не прощаюсь. Новое включение. Новый день и новое включение. Итак, я хочу попробовать продолжить мою вышивку лентами. Вчера у меня была сложность с иголками. То есть тканью она не прокалывается. Она очень-очень плотная. И я посмотрела мои запасы иголок. Нашла вот две такие пачки. Вижу, здесь есть иглы с широким ушком и острым колечком. И еще вот такие иглы. Поэтому буду сейчас выбирать. Может быть, новая игла поможет решить мне процесс, облегчить процесс и улучшить мою вышивку. Красивый букет. Мне очень нравится. Ну, давайте приступим. И заключительный фрагмент в этом видео. Потому что затягивается завершение этой работы. Мне казалось, что я найду время и вышью ее быстро. Но поездка в отпуск и другие моменты меня отвлекли. Поэтому затянулся процесс. И чтобы видео долго не держать, я решила выкладывать тогда его частями. Что же я вышила за это время? Во-первых, я закончила вышивать вот эти цветочки. Тонкой розовой ленточкой внутри. Французские узелки сделаны. Очень мне понравилось выполнять французские узелки. В четыре накрута. И дальше я приступила к отшиву зеленой ленточки. Тоненькой, которая вот 3 миллиметра. Везде, где было по схеме, я стала отшивать этой лентой. Есть более светлый цвет. И вот немножко потемнее. В принципе, нормально все получилось. На мой взгляд, так. Единственное, у меня возникли проблемы с отшивом очень широкой ленты. Не вижу вот этой. Потому что ткань здесь жесткая, не прокалывается иглой. Мне кажется, это неправильно. Должна быть ткань более податливая. И мне приходилось просто пробивать в ткани дырки ножницами, чтобы протащить эту ленту. Причем ленту на изнаночной стороне тоже закрепить сложно. И приходилось выдумывать разные способы. Пока я не нашла подходящий способ, как закреплять ленту. Но буду учиться. Буду вам рассказывать. Также я выполнила все стежки ниточкой. Здесь выполняется бэкстич по краю вот этих цветочков и французские узелки. Вышивается очень легко, интересно. И получается очень объемный эффект. Этот бэкстич придает цветочкам живости и реалистичности. Мне очень понравился этот прием. По схеме у меня еще много работы. У меня сейчас предстоит отшивать. По схеме идет гортензия. Будут вышиваться лепесточки. И внутри бусинки. А потом я приступлю к отшиву вот таких цветочков. И что-то еще было по схеме, я уже точно не помню. Просто сейчас я уже все убрала и не хочу открывать. Ну вот так, общий вид. Видно, где вышит лентами. Более оживилась картина. Более объемный стал букет. Ну и, конечно, буду работать и показывать вам то, что у меня получается. Желаю вам хорошего настроения. Ну и, конечно же, до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok